Ну что ж, всем здорово, дорогие друзья! Я всех рад приветствовать на своём канале. Добро пожаловать в новенький видосик про Хэйдэй. Ну, как говорится, новый день, новое видео. Сегодня среда, я думаю, и я надеюсь, что это видео выйдет именно в среду эту. И, ну, как бы я буду на это надеяться, потому как, ну, не получилось у меня предыдущее видео, как бы, запустить, выпустить на YouTube в понедельник. Я выпустил его вчера, но это не важно, друзья. Сегодня у нас новое событие. В честь десятилетия, конечно же, Хэйдэй продолжаем мы проходить всякие события, обозревать их, смотреть вообще что и как. Ну, сегодня у нас мы готовились, я вас предупреждал, у нас будет сегодня рыбалочка. Так что мы сегодня будем рыбачить, будем ловить рыбку, будем смотреть, какие награды я сегодня смогу собрать. Я думаю, что вы уже готовы, вы поставили свой царский лайк на своё место, вы подписались на мой канал, это сделать несложно. Мне будет очень приятно, кстати, это очень важно. Также, чтобы не пропускать новенькие видеоролики, нужно поставить колокольчик. Друзья, ну что ж, у нас в личных целях события. У всех игроков мира получаются одинаковые награды. Увидя вот таких вот рубежей, получается, хотя может быть не одинаковые, я не знаю. Ну, ладно, свиток за третий рубеж, самое главное и самое интересное. И также шесть алмазов за четвёртый, в котором мы разблокируем глобальную цель. И если все игроки мира словят вот это определённое количество, получается, собранных, словленных килограммов, то все получат по десять, по десять загадочных вот этих приманок. Я не помню, как они называются, потому как я их не делаю. Да, это загадочная сеть. Все игроки получат десять, десять штук. Я думаю, то, что, ну, как бы это очень даже неплохо их получить, потому как каждая одна штучка стоит пять алмазов, чтобы её приготовить. Ну что ж, давайте не будем терять время. Я думаю, то, что нужно сразу уже приступать к рыбалке. Надеюсь, очень сильно надеюсь, то, что я смогу, как бы, вписаться в десять минут хотя бы и выловить абсолютно всю рыбу. Ну, в тех, как бы, приманках, которые у меня, блядь, открытые, но у меня они все открыты. Да, вся территория улучшена. Так, хорошо, первый порог, как бы, ну, вообще без бэ, без проблем всяких. Лососи попадаются. Давайте будем ловить на обычную приманку. Опа, вот это хорошо. Сёмга, вот побольше бы сёмги, если будет каждая по четыре с половиной, по четыре килограмма, то можно быстренько выполнить, как бы, ну, цель. Опа, опять сёмга, отлично. Там ещё, по-моему, у меня есть три золотых приманки. Мы их сейчас используем. Вот, а также, по-моему, несколько зелёных. Ну, что ж, друзья, как ловить рыбу? Я думаю, то, что это делать очень и очень легко. Давайте на зелёные перейдём, четыре штуки. Так, да, на двадцать седьмом уровне открывается рыбалка. И, соответственно, вот в этих ребят и будет доступна рыбалка. Ну, я не знаю вообще, как они на таком маленьком уровне смогут забрать, конечно же, награды и рубежи. Но вы старайтесь, вы старайтесь, ловите. Опа, опачки! А это у нас судак! Двенадцать килограмм. Сюда. Просто сюда. Короче, если вы видите события, если вы видите, короче, события на ловлю рыбы, то постоянно делайте необычные приманки, необычные, а нужно делать там зелёные, минимум синие, фиолетовые, либо же золотые, потому как именно в эти события будет попадаться рыба с, короче, очень большими, так сказать, формами. Вот, как, например, сейчас мне попался судак. Двенадцать килограмм просто так на базу. Хорошо, давайте сейчас протестируем последнюю, получается, зелёную последнюю приманку. И я словлю ещё на три... Так, щука у нас два килограмма, нет, три килограмма. Окей, сейчас ещё давайте словим на три золотых. Давайте я хочу вот сюда, вот мне вот это место нравится. Так, что ещё хотел бы вам сказать? Ага, тридцать девять килограммов у меня есть. Так, я думаю, что вот эта рыба будет очень и очень жирная. Ну, килограммов может быть за десять, это точно. Может быть я не прав, может быть, но сейчас мы это посмотрим. Нет, не будет здесь десятки. Это ебучая краснопёрка. Добро пожаловать. Хорошо. Эта краснопёрка, кстати, мне уже столько мозгов надолбало в предыдущие события. Очень когда-то было давно, я на неё, ну, агрился очень сильно, потому что она мне очень сильно мешала, постоянно мне выпадала. И толку с неё просто зеро, просто ноль. Знаете, как около зеро? Я её не особо люблю, потому что, ну, типа ноль, вообще нулячая. Так, достигнута личная цель, плюс один. Плюс, о, одиннадцать килограммов судак, опять, хорошо. И последнее. Последнее у нас приманочка, а потом уже будем ловить, собственно говоря, на обычное. Пишите в комментариях, как у вас вообще проходит рыбалка. Ага, ага, жёлтый окунь. Я понял. Пишите в комментариях, как у вас проходит рыбалка, вообще, как у вас дела, сколько уже килограммов поймали. Если я бы не приготовил обычные приманки, а, например, ловил бы абсолютно все лунки, тратил именно золотые, либо же фиолетовые, вот эти вот приманки, то я думаю, ну, блин, ну, достаточно уже я бы килограммов бы словил. Короче, девяносто, я думаю, то, что мы справимся. Вот давайте, смотрите, вот несколько лунок ещё осталось. Я вообще с лёгкостью, если сейчас будут попадаться вот такие сёмги по 3,400, по 3,900 и 4 плюс килограммов, то вообще без проблем сейчас дойдём до четвёртого рубежа, ну, и пройдём эту, как бы, личную высоту. Опять, а, хорошо, просто сёмгак, молодец, молодец, опять 3,900. Что, все лунки закончились? А, ну, не дошли мы. Да, не дошли, всё закончилось. Я думал, то, что будет чуть-чуть подольше. Окей, ну, всё же, всё же, 70 килограмм, ну, это неплохо. Значит, давайте поставим, давайте синюю. Потом фиолетовые не хочу тратить. И золотые. И давайте ещё 2 золотых. Вот, и я думаю, ну, на протяжении этого дня я дойду до четвёртого рубежа. И будь 90 килограмм. Ну, блин, вот какие 7 топоров? Вот за последний рубеж, за пятый, 7 топоров, друзья, я не понимаю, вот зачем? Какие 7 топоров? Ну, что это такое? Так, хорошо, значит, колеса фортуны мы покрутили. Зайдём, может быть, в фармпасс, посмотрим... Ага, обновились задания. Обновились задания. Ну, такое. Да, изи, изи. Просто по щелчку пальца. Там сахарный тростник, хлопок, чеснок. Хорошо, это всё на огороде, быстренько мы соберём. Ещё одна новость. Вы заметили? Да, 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 да. Наконец-таки я собрал, забрал, точнее, нахрен со своей фермы вот эти мельницы. Где они у меня? Я уже не могу на них смотреть. Честно, меня уже прям, ну, типает. Я не могу на них смотреть. Они меня уже так задолбали. Так они мне уже глаза мозолили, я не знаю. Милая мельница. Какая же ты милая, просто прекрасная. Хранится 478 у меня на складе, потому что они стояли именно здесь, на этом месте. Я думаю, они вам также на видосе надоели. И, ага, плюс 5 алмазов. Похлопаем. Похлопаем, друзья. Ну, хорошо, 5 алмазов, так 5 алмазов. Сейчас мы ещё зайдём к Грегу. Там подарочек. Подарочек же нас ждёт. По-моему, четвёртый, да? Либо же пятый. Нет, по-моему, четвёртый. Ну, неважно. Короче, хорошо. Заберём тот подарок. И я здесь оформил такую небольшую переостановку, планировку. В предыдущем видео купил павлина. Вот он. Добро пожаловать, белый павлин. Даёт 40 опыта, кто не знал. Посмотрите предыдущее видео на моём канале. Кто не видел, как я его покупал. Вот такое место я оборудовал. Так же обставил его красивенько. Я не знаю. Короче, может быть, не особо красиво. Но, может быть, когда-то ку-ку-ку-ку-ку. Короче, ну, в ближайшее время ещё где-то что-то здесь как-то переделаю. Но пока что так. Пока что так. По-простенькому, по-обычному. Некоторые украшения достал. И я думаю, они смотрятся здесь, ну, более-менее так хорошо. Вот. И есть место, понятное дело, для деревьев всяких разных, чтобы сюда засадить деревья. Здесь есть место. Также у меня уже разрешение на расширение 4 из 4. Я могу улучшать, соответственно, вот эту территорию с этой красной будкой. По 52 каждого расширения мне нужно. Но я думаю, что я его соберу в скором, в скором времени. Так, куда я ещё хотел зайти? Зайти хотел, ага, к Крэгу. Грег. Грег, да. Загрузочка. А, блин, интернет пропал, да? Интернет пропал. Молодец, молодец. Ну и что, загрузку будем ждать полчаса, да? Будем полчаса, друзья, ждать загрузку. Но это мне не нравится. Это мне не нравится. Ну, давай уже побыстрее. Я тебя прошу. Ну, реально. Так. Придётся сделать вот так вот. И придётся включить заново. Так. Ну-ка. Загрузка. Я просто не хочу выключать видео, потому что, ну, вы понимаете, то, что... Я его потом не смогу слепить, друзья. Прошу прощения. Честно, я не смогу его слепить. Боже мой. Ну почему? Ну почему такое всегда со мной? Ну быстрее. Ну, грузись. Блядь, я сейчас уебашу что-то. Меня это бесит. Меня это бесит, друзья. Да, просто интернет пропал. Ну, у меня мобильный интернет, получается, я же в селе, понимаете? Вот такое. Такие вот, получается, дела. Соответственно, Ешка ничего не ловит. Ну, получается, значит, к Эгрегу мы не зайдём. Вот. Так что, да, сервер не отвечает. Вообще отлично. Вообще замечательно. Просто круто. Да. Друзья, ну, значит, всё. Извините. Будем собирать награды в следующем видео. Я надеюсь, что я его запишу совсем скоро. Извините за такое небольшое, как бы, промолчу. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо за поддержку. За ваши комментарии. Подписываемся на мой канал. Ждите новенькие видеоролики. Друзья, всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok